Всем привет! В эфире авторский подкаст «Будь брендом» и Мария Заренок. Сегодня у меня в гостях Ирина Авербахт, создательница бренда Рода Сулей. Умные купальники, которые оставляют след в сердце, а не на теле. Ирина – пропагандист ответственного отношения к своему здоровью и к окружающей среде и креативного маркетинга. Она популярный блогер с аудиторией более 400 тысяч человек. И сегодня мы узнаем, как создать бренд в легкой промышленности и через свою личность, через свой личный бренд влюбить в себя сотни тысяч человек. Ира, что ты делаешь? Это непризносимо, это ужасно, это вообще никто не купит купальник с таким именем. Зачем ты пошла в совершенно новую сферу? Легкая промышленность – это вообще про другое. Я стала ролл-модел для моих девчонок. А сейчас мы зайдем на рынок и порвем его. В смысле? Это вообще кому-нибудь кроме тебя нужно или нет? Как ты нашла первых клиентов? Ну, я не собиралась это делать бизнесом. Как вообще получилось так именно в социальных сетях вырасти? В чем секреты? Ну, мы выросли на сказках, мы хотим в это верить. Мы говорили, а кто мы? У тебя партнеры? Я говорю, не, ну я… Ну, мне было даже страшно произнести, что я открыла производство. Ира, привет. Привет, привет. Ну, смотри, год назад ты за два месяца открыла свой бренд Родесулей. При этом без инвесторов, без партнеров, без опыта. Как тебе, в принципе, в голову пришлась идея? В принципе, это как раз мой медицинский бэкграунд. Да, друзья, на минуточку. 13 лет до этого Ирина работала в скорой помощи. Ну, тут обычно получается фантазия, да? Я там все-таки работала директором по маркетингу. Поэтому не то, чтобы совсем уж выезжала снегалкой. Сразу же встречается слишком романтический образ. Хотя до сих пор все друзья и знакомые у меня рецепт или там, что делать? Если ребенок чихнул, почему-то продолжает звонить мне. Идея, соответственно, была продиктована пониманием процессов в организме. Потому что я не только работала в скорой помощи, я редактор газеты о здоровье. И я изучаю все эти процессы. И как это... Каждый прямой эфир раньше, теперь каждое интервью. Я говорю, да, мне 37 лет, у меня двое взрослых детей. И для меня это, скажем так, практически миссия. То есть я не зря не скрываю свой возраст. Потому что я стала ролл-модел для многих девчонок. В том числе у меня в блоге и не только. Которые считают, что под 40 лет, когда я уже воспитала детей, поздно начинать реализовываться самостоятельно. Да, 100% есть такое мнение. У меня часто студенты, которые в этом возрасте, они, когда они вдруг понимают в процессе проработки ценностей своих, что они хотят выйти в новую нишу или в новое позиционирование, они задают вопрос, а не поздно ли? Нет, не поздно. А почему вот, смотри, ну на самом деле ты работала директором, у тебя журнал с большим охватом, да? У тебя интервью со звездами ты брала, я знаю, со многими. А зачем ты пошла в совершенно новую сферу? Легкая промышленность, ты вообще про другое? Вообще, вообще про другое. Если раньше я говорила, у меня три высших образования, ни одного медицинского, так вот там среди них троих нету ни дизайнерского, ни про легкую промышленность, ни про что. Но это повлияло, медицина повлияла, потому что я знала, что, во-первых, крайне вредно пользоваться кремами от загара, да, потому что это разрушает нашу клетку, идет к царению организма, это разрушает там океаны, кораллы и так далее. И сейчас как раз как подтверждение, я год вещала и уже полтора подтверждения, в Америке первый штат стал Гавайские острова, ну, больше всего курортов, понятно, которые полностью запретили использование и продажу этих кремов. То есть там нельзя пользоваться защитными средствами? Химическими защитными средствами нельзя. И купить их там тоже нельзя, собственно. То есть они постарались пересечь это максимально. Одевая этот купальник, можно минимизировать, либо вообще избежать использования этих средств. Но при этом получаются очень мягкие, максимально здоровые загары насквозь, без следов от купальника, я говорю, без белых и красных пятен, полоток. Это была мечта на самом деле. Друзья, я открою небольшой секрет. Я уже пробовала эти купальники, они у меня уже есть. И в моей линзе с инстаграмом можно найти эти фотографии. Для яхтинга это идеально. Мало того, что это красиво, ну, все-таки это красиво, это ярко, это сексуально, это прозрачно, но при этом это не пошло, и при этом это еще и безопасно. Ну, это не прозрачно там, где это не должно быть прозрачно. Ну, да, да. Да, мы знаем, как сделать этот купальник более прозрачным, менее прозрачным. И как раз те места, которые хотелось бы сделать менее прозрачным, мы делаем разными способами. а вот все-таки почему именно я поняла окружающая среда для тебя это важно как ты нашла идею то есть почему купальники почему материал ну я не собиралась это делать бизнесом да я хотел для себя пару купальничков я не хотела пошить потом оказалось что парочку не пошить ну давайте я сделаю чуть больше потом я не нашла технологию я поехала в европу на какие-то выставки но у меня очень самоотверженная семья у меня все время какие-то идеи и они меня в этом поддерживают соответственно могли совершенно спокойно находясь в отпуске в каком-нибудь я говорю а там такая выставка и мы садимся на машину 400 километров едем на какую-нибудь выставку и вместо того чтобы лежать на пляже моя семья самоотверженно частично например гуляет по городу там смотрят памятник культуры плюс тридцать пять это жары а я на выставке пока для себя сначала для себя искала да и думала что может быть так чуть-чуть понемножку причем здесь помогает то что видимо в новой нише даже проще развиваться чем в известный вот это кстати тоже очень большое заблуждение когда говорят боже мой я ничего в этом не понимаю как же я туда пойду вот я там занимался например стрелитейной промышленности в институте на это учился вот я туда и пойду наоборот классно когда ты в новой нише у тебя есть индульгенция полнейшая типа я новичок я новичок я ничего ребят я этим никогда не занимался расскажите и тебе не стыдно даже это сообщить ты приходишь и говоришь ну мы только открылись или мы только собираемся открыться расскажите пожалуйста как это делается и ты можешь переспрашивать любые слова ну просто я говорю но я медициной всю жизнь занималась и там еще чем-то и все с удовольствием рассказывает особенно профессионал своего дела на чем различается профессионал не профессионал все он любит свою работу он с удовольствием вам все расскажет с огромным даже бесплатно я здесь приезжала как раз на выставку легкой промышленности в москве там станок был да есть такие лазерные станки очень крутые классные и так как я уже была в европе я знаю какие сейчас технологии я задавала ему интересные вопросы у него казах стоял который хотел у него станок за полтора миллиона евро купить он со мной полчаса там если не 40 минут потому что я задавала классные вопросы сейчас сейчас подожди менеджер его пихает уже ногой ты чего обалдел что ли там надо ну так вот твоя работа иди с ним разговаривай а со мной там да вот мне никто представляете не спросил об этой функции она же есть она такая классная пойдемте попробуем сделать давайте попробуем но я хочу сказать что ты из этой же категории потому что мы познакомились на яхте когда мы все были в обычных купальниках и на яхте появилась ира в которая была в необычном купальнике и в общем уже через два дня угадайте в чем была наша яхта потому что невозможно мы столько разговаривали про них как они работают как нужно спасать кораллы как так далее он тут также фанатик ты заряжаешь ну это интересно по моему да очень здорово слушай а ну давай тогда технические моменты все таки легкая промышленность звучит так все грозно 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 это же производство еще я знаю что производство не в россии нет или частично не в россии большая часть конечно не в россии основное все нет не в россии почему не в россии где как ты вот потому что ткани все-таки для нас изготовили в европе и потому что у меня какой-то такой всегда глобальный взгляд что весь мир наша песочница как-то я буду себя ограничивать россии если я себя не ограничиваю россии то зачем мне ввозить ткань чтобы потом вывозить продукцию мне проще уже там тем более что у нас все вся фурнитура нитки нут все там для прокраски все ну краски там это очень специфическая история пропиток там всего это все закупается только в европе я там нахожусь я официальный платищик ндс я приехала на выставку мне что-то понадобилось через две недели это у меня все если я приехала на эту же выставку и сказала ой привет ребят я такая классная питерская девочка давайте вы мне питер пришлете 90 процентов скажут мы подумаем и сольются те 10 которые согласятся туда послать попросят предоплату и я получу это через три месяца а для а для бизнеса для любого особенно для стартапа это тяжело у меня я образцы получаю через чашки мы делаем чашки конструкции поддержки понятно что мы не прозрачным соответственно я не знаю точно подойдет она мне не подойдет как это все будет я на выставке заказываю мне присылают партию образцов это бесплатно через две недели они у меня есть если мне там две-три там разных варианта там чашек прислали я из них делаю образцы могу с этими образцами приехать на выставку и промониторить спрос все на быстро тест гипотез очень а в какой стране у тебя открыто в литве в литве да то есть ты поняла там все просто почему вы там все очень просто мы открылись за два часа за два часа да я не буду гореть сколько открывала и просить и я знаю меня о россии но мы же официальные дистрибьюторы то есть то что я работаю с европой и с миром я работаю через мою европейскую компанию а то что я работаю с россией я работаю через свою питерскую компанию и как бы возишь я окажу себе же себе же на да потому что возить по одному кому-то посылать или там даже кому-то там стомашить все делать это достаточно проблематично я себе же ввезла и дальше от себя же продаю как ты придумала бренд название или название я даже его не придумала что за это мое родное рода это роберт и давид мои два сына а солей это солнце ну во первых я вообще очень такой солнечный человек у меня даже мой как бы второй я не знаю как назвать псевдоним солнечный эксперт и я уже часто представляюсь как солнечный эксперт и моя образовательная платформа сан эксперт точками правда где-то ру видимо затерялся же до меня и ком тоже вот и просто напросто рода конечно же все доткома были заняты слишком такое короткое простое а тут рода солей все вместе не очень понятно очень многим не нравилось это имя когда она на этапе именно там подавали документы понятно что нас от стопка там патентов товарных знаков и так далее есть и не раз что ты делаешь это непризносимо это ужасно это вообще никто не купит купальник с таким именем какая разница вы половина компаний вы привыкаете потом вы даже не обращаете внимание для меня это значимо я ставлю вот это моя третья дочка нету дочки не один у мамы сын нету мамы дочки и для меня это несет какой-то смысл ну а тем кто не может запомнить есть очень простое умные купальники это тоже за мой запатентованный товарный знак запатентовала это словосочетание конечно никто кроме меня им пользоваться не может но если будет пользоваться это будет дополнительный источник дохода что называется конечно у меня все запатентовано круто хорошо давай пойдем к этапу от придумки к дойти до потребителя а где как ты нашла первых клиентов ну первые клиенты это были подружки конечно откатывалась на подружках я сначала прежде чем открыть компанию я все-таки пошила несколько штучек тест гипотезы да ну конечно как-то надо же начинать с малого я вообще сторонник я просто приведу пример очень многие люди предприниматели начинающие они думают что нужно выстроить все 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 а сейчас мы зайдем на рынок и порвем его я сторонник подвод твоего подхода да 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 это не польза из гипотезы нет нет гипотезы и во всем остальном есть время тоже так делаю я сторонник на бережливый стартап есть теория бережливого производства toyota а тут можно это назвать бережливый стартап ты должен выдвинуть гипотезу найти там первых несколько покупателей и чуть ли не прототип им засунуть получить обратную связь это вообще кому нибудь кроме тебя нужно или нет и когда уже ты понимаешь что дать работает да у меня там первый купальник и сейчас без слез не вспомнишь как эти были первые купальники которые уже покупали мои подружки причем я была на полной самоокупаемости все мои вот эти творческие порывы окупались за счет того что я эти первые купальники продавала я отшивал продавала вот и только когда я поняла что почему поработали с тремя производителями тканей разно и я ездила там на разные производства и ну как бы я такая как сказать въедливая но меня напрашивалось такое слово было очень смешно когда я только думала что да дети подросли надо бы чем-нибудь заняться есть такой тест прекрасный когда спрашивают родственников друзей знакомых какие у меня там например сильные черты да или с чем я ассоциируюсь у вас наверняка слышала все эти тесты я так посмеялась на этим всем думаю ну ладно спрошу в общем не сговариваясь мне ответили ира ты упрямая как танк что-то вроде этого у меня просто высокая поисковая активность высока поисковая активность да еще второй пункт теперь я знаю у меня высокая толерантность к неопределенности и когда я уже поняла что это вроде как кому-то кроме меня нужно это заинтересовывает причем я ко всем же подходила и говорила вот в классном может быть такие купальники вам это интересно я тестировала на роде это очень просто на самом деле тестировать гораздо проще чем вы думаете как я это протестирует эти камни спроси я тогда уже открыл компания отлично расскажи про свою историю с тиньковым потому что я знаю что это связано с тиньковым причем удивительным каким-то волшебным эзотерическим способом да ну это было даже очень странная история которая вообще никто не понимал что это такое у меня есть еще один такой как бы челлендж самой себе когда я что-то боюсь или думаю что я не справлюсь или не очень структурированная так немножко человек house я себя структурирую какими-то самой себе обещаниями вот и в самом начале когда я уже понимаю что я уже все я уже ввязалась я же открываю эту компанию да уже надо ехать мне было страшно так что невероятно потому что бизнеса никогда не было опыта нет партнера нет ничего нет я понимаю что очень ограниченные там финансы и непонятно что из этого всего получится я назначаю себе дату когда я проведу лекцию как у отличницы всегда я должна себя оправдать новыми знаниями если я же как это не буду заниматься я в этом не разбираюсь думаю надо почитать надо что-то изучить надо получить еще что-то какие-то знаете я назначаю лекцию называлась она как разбогатеть занимаешься тем что любишь это положено пентасевича как раз книжка была ну в общем может знаешь не сейчас не о нем речь там было много много разных книг я вставала каждое там утром 5 5 30 утра не готовила сделала такие майн карты к выступлениям все перелопачивала все книжки по бизнесу экономике и всему чему я только нашла там по менеджменту ну все что было только можно и мне опять чем эту книжку же читала и повторно начала читать попадается книжка тинько там фраза понятно что первые два года предприниматель не если спит там времени сми не посвящает и вот все деньги энергии все только бизнес если вдруг через год вы пресечете черту самоокупаемости напишите мне и возможно я стану инвестором вашего следующего бизнеса и дается адрес у меня настолько это поразило думаю круто почему-то не делает я не слышал это нам так и сделать потом и походил обходила подумала еще и на этой лекции говорю а что нам ждать мы понимаем что во-первых стать вот это мы я очень долго говорила просто да мы говорили а кто мы для партнера игры не но я мне было даже страшно произнести что я открыла производство я даже этой фразы боялась очень долго вот я понимала что на год мне даже даже на год мне уже не хватит на вести ты и силу сезонности продукта к марту мы открывались 15 мая уже будем понимать спан или пропал либо у нас уже есть подготовленный девятнадцатый год и какие-то заказы на него либо уже все еще один цикл просто не хватит ни денег ни ресурсов ничего и более того я решаю что не просто 10 месяцев я там какие-то челлендж ставлю а я с первого же четверга то есть 18 мая начинаю писать отчеты будущему финансовым инвестором это был 2017 год получается да и 15 мая открываемся 18 мая каждый четверг начинаю писать отчеты вот придумываю сама хэштег мой отчет тинькова так и со второго отчета идет они все идут на фоне лестниц разных и это лестница только вверх это вот за только вверх все обе старта и на вишнишь тинькова как будто бы это место да и у меня была фантазия по сути да у меня было где-то около трех тысяч подписчиков таких друзей в большей степени наш питерская такая тусовочка все у меня начинается спрашивает ира что у тебя там с тиньковым там что чего да ничего особо я просто вот пишу народ начинает интересоваться начинает как-то следить уже конкретно за этой рубрикой и проходит буквально четыре месяца со мной связано бригада тинькова съемочная говорят ребята вообще что у вас там такое происходит нам как интересно мы открываем новую рубрику и хотим снять фильм то есть друзья давайте посмотрим ира придумывает после прочтения книги писать отчет тинькова потом команда тинькова это замечает связывается с ирой и приезжает и снимают про нее кино да она выходит в бизнес секретах да же они приехали приехали в вильнюс там сняли приехали в питер два дня снимали мы придумали там еще одну акцию уже осень холодно и чтобы была красивая картинка я договорилась оранжереи чтобы до открытия оранжерея сделать там фотосессию начинаю писать девчонкам там блогерша актрисам там моделям как им то мы собираем тусовку там не профессиональных моделей а именно девушек классных девчонок да ну что я им все говорю девчонка вы представляете тиньков сам веще снимет фильм народ на это приходит всем тоже интересно хочется тоже этом поучаствовать в принципе но мы выросли на сказках мы хотим в это верить это же реально были алые паруса я их придумала я в них поверила и они поплыли на горизонте обалдеть что изменилось твоей жизни после того как выпустился этот фильм или что как-то это повлияло на тебя вообще вся эта история как она тебя на меня повлияло я поверила в себя это был такой вот я и так все время как раз еще один хэштег как раз вот твой купальник этот эта лестница только вверх на нем написано второй хэштег ограничение только в голове и враг бы я всегда в это верила всегда это говорила но здесь это прямо вот у меня почувствовать ощущение на кончиках пальцев когда я действительно вот на уровне уже убеждений поняла что это так хорошо расскажи про себя как про ролевую модель я знаю это совершенно очевидно что ты для своей аудитории у тебя сейчас более 400 тысяч подписчиков инстаграме причем вот смотрите это получается даже полтора года еще не прошло с момента когда было было три тысячи подписчиков мягко говоря более чем стремительный рост причем всегда там по сто комментариев такие горячие обсуждения поддержка тебя вот здесь два вопроса да кто твоя аудитория и являешься для них ролевой моделью но я предполагаю что да и вот расскажи в каких аспектах да и как вообще получилось так в именно в социальных сетях вырастешь в чем секреты секреты как раз были вот матчу тинькова это была не единственная такая история и вот это математизация чудо что называется материализация математизация математизация так и чудо чудо с математической точки зрения а ну все же можно записать некие алгоритмы окей тинькофф меня получился случайно так но я подумала не же математическая все-таки склад ума я физмат с медали закончила мне первое образование компьютерной технологии управления базами данных так поэтому я сделала некий алгоритм вот я сейчас его преподаю как раз называется принцип алой паруса так друзья принцип алой паруса так да я подумала что если попробовать повторить это и на разных скажем так примерах я попробовала так и так с этим поиграть и это работает чудо случается в конце давайте конкретный пример чтобы было понятно с тиньком вообще как космическая история еще какой-то пример вот более такой вот приземленный ну как я стала бизнес-спикером чего тут приземленного то давай как ты сказал ну вот я точно так же то есть я сказала что я с какой момент становится бизнес-спикером вот тебе вопрос но для меня я стала бизнес-спикером с момента когда меня позвали рассказать про бизнес а почему тебя позвали потому что меня были компетенции которые были проявлены на ю тубе меня через youtube узнали о том что у меня есть результаты вот это этого я допускала такую вероятность но такого все долго времени прошло но нашим прикол у меня просто бизнес был связан с тем что я преподавала я же на карьеру сетевом и сетевом бизнесе ты обучаешь свою структуру ты всегда как бы бизнес-спикер а когда я пришла сетевой и я через месяца два поняла что либо я научусь говорить и выступать либо я не построю карьера не пришлось во многом сейчас очень во многом если там не совсем ну программистом еще что-то сейчас мало стало таких областей где можно без самопрезентации потому что все что без самопрезентации без креатива нас заменяют роботы и компьютеры и дальше будет больше и больше то есть человек выживет в тех специальностях где не могут быть роботы а роботы не могут быть только там где нужен креатив где креатив и личность у меня в этом смысле часто говорят а что вот вы предрекаете работать роботизацию да это не я предрекаю футурологи предрекают но это так и есть да это тенденция а как же будет ваша теория про личный брендинг личные бренды возрастет да нет так вот почему я про это начала говорить соответственно у тебя было растянутое во времени вот это твое бизнес спикерство чем отличается креативный маркетинг чем отличается вот этот мой способ про которая говорила это как бы квантовый скачок когда ты прогрызаешь дыры во времени в пространстве на такая телепортация и все ты могла сократить во много это время если бы если бы пользовалась как раз таки вот этот принцип алкарса то что он заключается реально с моей точки зрения бизнес спикером становишься как только ты решаешь и что ты хочешь быть бизнес спикером и дальше ты совершаешь там ряд шагов да понятно что ты будешь прокачивать скиллы понятно что ты там будешь предпринимать некие попытки там сказать миру о том что ты вот бизнес спикер начать выступать на маленьких туре так далее но они абсолютно понятны эти шаги они прописаны они четкие они работают в любой сфере это не только бизнес спикерство и реально смотри год назад я начала только свой первый в жизни бизнес год и я подумала что да для того чтобы быстрее это продвинуть именно с точки зрения мне не было денег на рекламу мне не было денег достаточных на маркетинг на продвижение мне еле-еле у меня все уходило на фото и я понимала что мне нужно что-то другое я решила что это будет бизнес спикерство я буду делиться своим опытом и там где я сейчас выступаю выступают люди с миллиардными оборотами я выступала сейчас на огромный форум суп завтра мы с тобой выступаем сколково я не знаю выступала на одной сцене и там не стим эти осипом да там много 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 уже всего на этот момент то что невозможно было ожидать от девочки который год назад начала бизнес то есть смотри как давай рассмотрим алой прусс а вот по этапам сначала намерение решение намерение решение я не верю в намерение не веришь отношением от нами мире не я намерена похудеть так а решение а решение все я решил я пошел зал там и ты все ты делаешь какие-то действия все намерения это какой-то такое а может да может нет а вот как то так нет решение причем я с это уверена есть такая фраза расхожая что если ты не принимаешь решение решение принимает кто-то за тебя это очень высокопарно но это не так если ты не принял решение это твое решение не принимать решение все любом случае это твое решение просто должен понимать и когда например я про мозг очень много рассказывать люблю эту историю как работают там гормоны как у нас приключатели какие-то тогда срабатывают как нейронные связи новые возникают когда это все это знаешь ты понимаешь почему ты действуешь так или так так или так и вот с этой осознанностью меняется поведение потому что ты осознаешь что ты сейчас поступаешь так потому что твоя амигдола так захотела не ты например для этом точно так же здесь когда ты знаешь некоторые там алгоритмы там или еще что то ты понимаешь что можно сделать так или так и какие будут последствия то есть принципе это все то есть купальники говорю мне нет амбиций не дизайнерских не там по сути мы не купальники продаем это миссия это философия осознанного как да уже говорила отношение к здоровью окружающей среде когда ты понимаешь почему да должен быть такой купальник а не такой почему ребенка должен быть купальник только с длинным рукавом мы даже не делаем для детей купальники без длинных рукавов я хотя хотела свое ощущение почему я купила купальник и не один потому что можешь вот ты можешь просто одеть обычные куба fgold магазина или ты можешь приобщиться какой-то философии после того как мы поселели с тобой поговорили и поплавали и сплавали на камни тогда и вот я эту философию зачем ты создаешь продукт как как личность увидела вот эту философию твои ценности и мне захотелось приобщиться к ним понимаешь и море она но и поэтому хотя этого купальник он не дешевый не нет это такое Это для купальников, это, видимо, чуть выше среднего, да? Ну, чуть, может быть, выше среднего. Ну да, можно купальник вообще за 3 тысячи куплить, но у нас купальники где-то от 6 до 16. А, от 4 до 16, значит, я просто выбирала, видимо, все, которые... Ну, ты шикарная девушка, ты достойна лучшего. Жду новые коллекции. Ну, в общем, именно поэтому я философию купила, а не купальник. Не просто какую-то вещь, а вещь с наполнением. Особенно, когда ты сказала, что здесь надпись «Эта лестница только вверх», ты объяснила смыслы, которые ты вкладываешь именно в эту коллекцию, например. Вот, и давай вернемся к вопросу про ролевую модель. Да. Мне очень ценно донести, что мы в любой момент времени, в любой момент жизни, при любых обстоятельствах можем развернуть свою жизнь куда угодно. Мы иногда становимся заложниками того, что было, да? того, что мы кому-то пообещали, или того, что кто-то от нас ожидает. И говорят, вот тебе легко, у тебя такая классная идея этих купальников, вот ты с идеей с этой идешь, а у меня нет идеи, я не знаю, чем заняться. Я говорю, занимайтесь чем угодно. Вы пока начнете чем-то заниматься, хотя бы в той области, которая вам нравится, вы начнете знакомиться с другими людьми, вы поймете, какую литературу вам надо почитать, каких скиллов у вас не хватает, что вам нужно, вы начнете хотя бы общаться, научитесь это делать. У меня тоже, у меня мама говорит, у меня мама вообще главный помощник, главный эксперт, я тоже первые наши там вебинары посылала. Мам, говорю, как здесь, как тут? Говорит, Ир, год назад, когда твои были прямые эфиры, ну, это, говорит, ну, вообще был такой бледный лепет. Сейчас, так интересно, я, говорит, сама слушаю, смотрю. Это не то, что я раньше тоже вот так вот вещала, выступала, могла подойти к кому-то, да, как я Пентасевича украла после выступления. А как ты его украла? Слушай, да вообще. Вот еще одна фишка, друзья, еще один скил, который Ира активно использует, он у меня прокачан, это нетворкинг. Расскажи про нетворкинг. Ведь многие тоже боятся, знаешь, боятся подойти, боятся сказать, боятся самопрезентовать. Ты очень классно придумала себе вот эту самопрезентацию, солнечный эксперт, это интригует. Да, есть о чем поговорить. Есть о чем поговорить. Это к вопросу о важности самопрезентации. Как ты это делаешь? Почему ты не боишься? Ну, я боялась раньше тоже. Как ты? Во-первых, да, это приливается по чуть-чуть. Ну, чтобы расширить зону комфорта, вы просто по чуть-чуть ее расширяете, да, растягиваете. Сначала немножко здесь, немножко там. Есть же теория 10 тысяч часов, но если вы это делаете там раз в месяц, вы вышли куда-то на вечеринку, постояли в углу и ушли, да, то у вас, ну вот, два часа, это не сильно эффективных месяц. А когда ты это делаешь постоянно, постоянно с кем-то общаешься, больше, 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 там, не знаю, выходишь в прямые эфиры даже перед своими 50-ю, 10-ю там, подписчиками, или тебе задали вопрос, вместо того, что ты говоришь, ну, я вот точно не знаю, и пошла, да, одному человеку приведите презентацию и пойдет дальше. Потом очень классно работает, когда есть какая-то идея. Типа не ты такой, а у тебя партзадание. Ага. Вот, у меня была такая история, я скаламбурила, фамилия Авербах, я сделала хэштег Авербук. Ага. И я рассказывала про книжки самые классные, это тоже фраза из книги Бодешоферы, что если вы встретили человека, не тратите время на пустые там болтовню, знаете у него, какие три книги он вам порекомендует, почему. Ага. Собственно, через две, два месяца, опять-таки, вот он Алый Парса, через два месяца я встретила самого Бодешофера, случайно. Ага, ладно. Да. Где ты его встретила? Иду по Питеру, по Невскому. В Амстердаме. В Амстердаме встретила на улице? Нет, я его не на улице встретила, я была в Амстердаме на Тони Робинсе, и там проходил Бодешофер. Существует. Алый Парса реально работает? Работают, они работают вообще офигенно. И я уже подходила к людям, не просто привет, меня зовут Ира, у меня три тысячи подписчиков, а я говорю, здравствуйте, у меня рубрика Авербук, я у известных людей беру интервью о том, какие они рекомендуют книги. Ну, как вы думаете, ты человеку подходишь с таким запросом? Ну, интеллигентный человек не пошлет, не интеллигентный скажет, не, ну книги это интеллигентные, я тем более скажу. Слушай, круто. Конечно, вообще отлично работает. Придумайте себе какую-нибудь миссию, я не знаю, рубрику, партзадание, что-нибудь, что вы не просто так, да, а у вас есть идея какая-то. Да, надо. Да, надо. Вот мне надо. Здравствуйте, вот я собираю там отзывы для кружка натуралиста. Помните, когда была такая тема, что если ты больше занимаешься нетворкингом, нужно подходить к людям и спрашивать, как они относятся к нетворкингу вообще, как они приветствуются, когда с ними знакомятся новые люди. А просто запрос, знаешь, что ты вообще. Да, ну это немножко высосано из пальца, и если у тебя нет опыта общения, тебе сложно эту тему будет развить. Да, да, да. А когда у тебя реальный вопрос, например, про книги. Книги, да. Ну, то всем есть что сказать. Слушай, ну, смотри, все-таки рост твоего инстаграма все-таки более чем стремительный, потому что многие люди идут к этим количеству подписчиков даже среди наших гостей, там, 5 лет, 7 лет, там, полмиллиона подписчиков почти. А почему это отражалось на росте подписчиков? А людям нравится необычное. Людям нравится именно ощущение сказки. Вроде бы как чудеса, но они регулярно случаются. Почему? И кроме того, я не про эзотерику. Да, есть очень много сейчас девочек, которые пропагандируют, там, карту желаний. Я не верю в карту желаний, на меня она не работает. Почему? Потому что карта желаний это, по сути, ну, некий такой обман мозга. А у меня здесь такой страж логический. Я поэтому, кстати, тоже учу входить в альфа-состояние, когда притупляется логический страж. Соответственно, ну, на таких людей работать не будет. На математиков не работает. Работает, ну, на других людей. И когда люди понимают, что это что-то из области сказки совсем, да, там, повесила картинку на стенку, и вдруг случится. И жди, что, да, случится, это не очень работает. А когда я даю четкий математический алгоритм, что нужно сделать, и оно реально работает, это как-то вроде и чудо, но не про эзотерику, не про чудеса, все-таки это не Куперфильд. Ну, как-то так, наверное. Ну, да, потому что, смотри, приняв решение, ты начинаешь приумножать количество ситуаций, в которых оно может случиться. Да, да, и не только это. Тут там много последовательностей идет. Хочется спросить, а что еще в этом алгоритме? Ну, что еще в алгоритме? Ну, то есть ты действительно декларируешь это, можешь назначить какие-то сроки, что-то, даты, но это тоже не ново, потому что всегда цель должна быть достижимая, измеримая, реальная, для тебя реальная. Потому что для кого-то реальная это, когда ты ставишь цель в месяц заработок, для кого-то реальная это, не знаю, 50 тысяч, скажешь, а, 50 тысяч, дофига в месяц. Вот, для меня, когда я говорю, ой, ну, простите, то есть я тебе рассказывала сейчас, я ребенка своего уже там настраивала, думаю, не дай бог, еще маленькие цели поставить, так, ребенок, миллион минимум. Он такой, когда? Ну, через год, нормально, миллион, все, все хорошо. То есть он понимает, а, ну, окей, хорошо. Я же, смотри, можно я скажу все-таки ремарочку? Сначала ребенок сказал, я так поняла, типа, как? Но когда они сделали декомпозицию, да, сделали декомпозицию. Я же математически ему все доказала, что он сказал, а, ну, так понятно, так понятно, да. То есть я ему дала проект, который ему надо упаковать, он понимает его, он в нем, ну, как бы, те знания, которые у него есть, ему для этого достаточно. Я ему дала инструментарии. То есть я из жестких мамаш, меня там сильно не забалуешь, я могу оплатить там любое обучение, которое надо, или там за границу слетать, или еще что-то, ну, там, спорт еще тоже какой-то, это да, пожалуйста. А так, чтобы лишний там и денег даже на карманы расходов сильно не дам. То есть у меня ребенка сейчас должно 16 лет исполниться, он у меня сначала со мной на Тони Робинса слетал, там, по гуглям походил, потом он у меня был месяц в теннисном лагере на Лазурке, потом я посмотрела, что там слишком такие все понтово-приблатненные, я его сдала официантам подружки в бар. Попахал нормально вообще, просто вот такой никакущий приходил. Попахался в полной программе. Нормально. И сейчас он идет? Сейчас он идет в цех на 2 месяца. Тестировать свою гипотезу первую. Тестировать гипотезу, да. Мне высказали, кстати, вот я, кстати, до конца так и не поняла, что он так жестко высказывается по этому поводу. По поводу бизнес-молодости? Да, потому что мне начали высказывать, что вот они там мальчиков там настраивают не так, там что-то какие-то у них там, что-то чего-то. Я говорю, слушайте, ребят, настраиваться, за моралью следить, мне кажется, это задача семьи, а инструменты они дают хорошие и классные. Поэтому давайте с моралью ребенка своего я разберусь сама. Вот. А сейчас будет, пойдет папаша. там жестко, там все прямо выстроены занятия, очень классно. Круто. Ира, благодарю тебя, такие вдохновляющие примеры вообще по всем аспектам. Я хочу спросить про, вот ты когда делаешь, у тебя есть какая-то сейчас рабочая декларация? Ты говоришь, я декларирую и... Ой, да. Мне так вообще страшно не думать. Так давай. Да, давай скажем. У меня есть рабочая декларация, я уже сказала, что да, до Нового года я должна написать эту книжку «Принципалые паруса». Ну, на самом... Работы конь не валялся. Работы конь не валялся, но я хочу сказать, что она уже активна, она уже... Реальность уже... Мы уже обсуждали, что нужно сделать, чтобы... Да, я уже... Да, я уже начала потихонечку писать, я уже провела пару мастер-классов на эту тему, чтобы с народом посмотреть обратную связь опять-таки. Вот. Ну, дело за малым. Отлично. Надеется, к Новому году я ее напишу. Если была бы уже книжка, я предложила бы сейчас среди наших подписчиков разыграть книжку. Ну, после Нового года или к Новому году можно разыграть новогодний подарок. Сделаем анонс. Да? У меня... У нас есть такая традиция дарить какие-нибудь подарки в конце. Каким подарком ты могла бы поделиться среди самого активного наблюдателя нашего подкаста? У меня есть двухмесячный обучающий курс по креативному маркетингу. Отлично. А давай тогда мы его подарим одному. Давай. Итак, друзья, у нас есть вот алые паруса, пропагандисты принципа алые паруса, который равно креативный маркетинг. Волшебство с математической точки зрения. Волшебство с математической точки зрения, которое, по сути, уже апробировано многократно в разных сферах жизни Иры и вы видите ее реальные результаты в социальных сетях и в бизнесе. И что нужно сделать, чтобы получить возможность выиграть этот приз? Нужно быть подписанным на канал, где вышла полная версия этого интервью, поставить лайк обязательно этому видео и традиционно напишите ваш главный инсайт. Пусть уже на меня подпишется тогда. Это вообще не обсуждается. Естественно, у нас есть ссылка на Иру. Естественно, вы подписывайтесь на Иру. Скажи, ты лично выберешь по комментариям или сделаем розыгрыш? Рандомайзинг. Если лично, то это будет много комментариев, тебе нужно будет прочитать и выбрать того, кто тебе откликнется. Если рандомайзинг, то розыгрыш. Давай лично. О-оу. Друзья, все комментарии. Давайте лично. Лично Ирина прочитает. Да, это должны быть ваши декларации. Вот что вы хотите сделать. Сейчас, кстати, тоже начинается осень. Она начинается только сейчас. На самом деле, не 1 сентября. Потому что у природы свои законы. И реально, это время, когда можно загадывать желания. Не только на Новый год закладывают. Сейчас очень-очень важный период. Поэтому, когда вы продекларируете свои желания и хотелки на год календарный, предположим, до следующей осени, ваша вселенная будет разворачиваться к вам более правильным образом. Тогда сам по себе комментарий с декларацией того, что вы намерены сделать за этот год, учебный, назовем это так, осенний, это уже для вас подарок, если вы это сделаете для себя лично. И одну из деклараций Ирина выберет лично и welcome на 2-месячный курс по креативному маркетингу принято «Палые паруса». Да. Я благодарю тебя за эту встречу, за это знакомство. Мы не случайно попали на эту яхту. Да. Очень круто. Спасибо, Машенька. Мне очень хочется донести мысль для девочек, что если мы выходим в область бизнеса с мужской энергией, стараемся там быть такими жесткими, вот мы такие вообще правильные, мы бесполые, мы заведомо проиграли. Потому что мужчины, разумеется, более эффективны в роли мужчин, чем мы. Они родились мужчинами. Не пытайтесь в то же время не знаю, тянуть одеяло в сторону, может быть, какой-то чрезмерно агрессивной сексуальности, либо сейчас каким-то манипулятивным технологиям учат. Наполняйтесь изнутри. Женский способ и ведение бизнеса, и вообще ведение любых дел на этой планете когда в согармонии с собой, с вселенной, и тогда вселенная делает все необходимое, чтобы необходимый вам исход событий не мог не произойти. Не упираемся рогом, не пытаемся, как мужчины, пробить стену. Вот вам надо что-то, а у вас не получается. Много раз у меня был такой затык. Вот я понимаю, вот мне надо туда, но никак. просто отпускаешь немножко ситуацию, идешь и занимаешься собой, саморазвитием, благотворительностью, чем-то, что наполняет тебя духовно, чем-то, что наполняет тебя женской энергией. И дальше что-то происходит, вы встречаете какого-то человека, какие-то события происходят, и все. И либо рассеивается вот это препятствие, либо кто-то тебя за руку переводит, и ты идешь дальше. Это происходило много-много раз, это реально работает. Не упираемся рогом, а наполняем себя энергией. Опять-таки, вот благодарительность это очень женская история. Помогите кому-то. Почитайте, не знаю, кармический менеджмент тоже работает. Идем дальше. Будьте счастливы, прекрасны и мягкие. Женская сила, женская и слабость одновременно в том, что мы как ртуть. Ртуть невозможно ударить. Это металл, но если по ней ударить, она просто расплылась и пошла дальше, куда ей надо. Не пытаемся отвечать на давление. Просто мягко идем дальше, куда нам надо.